Старый Аленушка, очень тронут ваши заботы А нужно мне побольше сахара? Я знаю, Карл, что вы тронуты Но это чай для полковника Который сидит в кабинете у начальника Да, что-то полковник к нам зачистил А может, ему у нас нравится? У нас вообще такая душевная, уютная домашняя обстановочка А все это благодаря тому Что в нашем большом сумасшедшем доме Есть такая замечательная маленькая хозяюшка Начальство, сержант, приезжают не ради уюта А ради нагоняя Вообще терпеть ненавижу начальство Особенно, когда оно путается под ногами В нашей тяжелой оперативной работе Вы, кажется, что-то сказали, капитан? Что там у вас путается между ногами? След путается, товарищ полковник Такое, знаете ли, запутанное дело Не волнуйтесь, я вас надолго не задержу Ко мне поступило заявление От нашего, к сожалению, коммерческого директора И учредителя Крысюка НФ На 43 страницах мелкого убористого текста С приведением ярких примеров Из жизни покойных родственников Крысюка НФ Поэтому читать не буду Излагаю кратко Пане полковник, что вы будете языком, молодец? Давайте я сам расскажу Значит так, слушай меня Без кустей, что участок создан на моем кровном наследстве Я решил, что работать не буду Я вообще в жизни, извиняюсь, никогда не работал Правда, при социализме я работал инвалидом О, а теперь буду работать, как буржуя Буду жить на проценты Из того, что у вас когда свистеть И от того, что капитан Кирогазов дострелял Не Кирогазов, а Сироглазов Да хоть Криволапов, хай бы гроши зарабатывал А я буду жить, как простые французские шматье Николай Федорович, наверное, хотел сказать рантье Ой, Карло, мне все одно Главное, чтобы не работать Буду сидеть у себя на даче И морковку запакливать У меня даже индувентарь с собой Буду граблями сады грабить О, дивите, какие грабли Да уберите свои грабли, Крисюк Итак, заявление состоит из трех пунктов Пункт первый Крисюк просит отпустить его на заслуженную грядку С увеличением окладов трое Я наложил резолюцию удовлетворить Все равно деньги его Слава Богу Вы даже не представляете, как вы нас всех удовлетворили Тихо Пункт второй Крисюк просит назначить на его место Петра Соломоновича Семеновича Крисюк Да вы что? А я думал, так хорошо считаю Но вы ли ты, Соломонович Что вы, дурные, отказываетесь Да сам Бог вам дав быть коммерческим директором А вы отказываетесь Значит, ты что? В торжественной обстановке Передаю вам брусные правления Товарищ полковник А как же я буду совмещать две должности? Никак Потому что я назначаю начальником отделения Капитана Сыроглазова Что? А как же я? У меня в районе все схвачено Так и я схвачу У меня что, по-вашему, рук нет? Ну, спасибо, Крисюк Удружили Канима зашло А я знал, что вам понравится, Петра Соломоновича Семенович Отставить разговорчики Итак, Сыроглазов На вас ложится большая ответственность Не волнуйтесь Я наведу в районе полный порядок А если что? Как дам наганам по башке С наганом? Поосторожней, Сыроглазов Наган стоит 360,90 С вас высчитаем Орел у нас, Петр Семенович С полоборота завелся И сразу приступил к новым обязанностям Прошу всех брать с него пример Что же касается вас, Сыроглазов То вас, наверное, больше всего волнует вопрос Кто вместо вас будет ловить бандита Ошибаетесь, товарищ полковник Раз уж я теперь начальство Меня уже ничего не беспокоит Отвечаю Не волнуйтесь На ваше место я уже назначил нового следователя Он должен прибыть с минуты на минуту Он никогда не опаздывает Он опоздал только один раз в жизни В первом классе По причине наводнения По нему можно А хоть часы проверять Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот! Ровно десять Вы у вас спешат на пять минут Заходите, не стесняйтесь И представьтесь с товарищем по работе Гуд монинг всему коллективу Разрешите представиться Капрал О, эскюзми Капитан Шпикуляк Ваш новый оперополномоченный Вашего полицейского О, эскюзми Милицейского частного участка Капитан Приходько Бывший начальник отделения Ныне коммерческий директор Сыроглазов Начальник отделения А что это вы? Пулей в голову контужены? Чего-то вас все время на английский язык закидывают Объясняю Как лучшего из лучших Мы послали вашего нового следователя На целый год в Америку По обмену опытом Потому что у нас менять уже нечего Теперь он весь свой намененный опыт Передаст вам Потому что в Бостоне Он закончил полицейскую академию С отличием, господин полковник Ладно Сейчас посмотрим, капитан, на ваше отличие Ноган Сможешь разобрать? За 10 секунд С закрытыми глазами И без рук Ну ладно, капитан Сыроглазов Производственные вопросы решите без меня Мне надо ехать Меня ждет генерал Филькин На партию На партию наркотиков Крысюк, вас подбросить? Тинькино уроните Я имел ввиду подвезти Ну давай, Петро Солобонович Семенович Крысюк Яка разница Давай кой железу Не отходя От уголовного кодексу Надо же Еще один капитан Теперь у нас целых три капитана Ох, Аленушка Чувствую, кто будет матросом Семенович Крысюк Семенович Крысюк Семенович Крысюк Не по... Ага Захараживай, Витек С другой территории А иностранные бутылки У нас не принимают Сдавайте О, слушай, кайвер А у тебя 20 копеек есть? Ну есть Так дай Ну на О, нет Вот и знали Хе-хе-хе Ален Зурабовна Знаете ли, я человек Правильный Все всегда привык делать по уставу И коль скоро вы теперь моя секретарша То по уставу Нам сам Бог велел Какой чудный Холодный И не сладкий чай Как раз такой я люблю В общем, я заметил, что вы ко мне давно неравнодушны Ошибаетесь, сыроглазов Я неравнодушна только к оперативникам С детства, знаете, люблю активных мужчин И потом, как начальник, вы меня совершенно не интересуете Потому что начальник это не мужчина Это брюзга и кредера А почему у вас чай холодный и без сахара? Боже мой, Аленушка Так значит, ваше сердце теперь свободно? Может быть, вы наконец обратите свое внимание Я давно обратила внимание на то, что мне все время хочется быть от вас подальше А вот в Америке После оперативки полиция не разговоры разговаривает А садится на джип И едет по улицам А вдруг кто-то на улице нуждается в первой помощи? И на чем же это мы с вами поедем? Если не секрет Как на чем? На джипе На голой джипе вы поедете Это вам не Америка, капитан Шпикуляк Нет, все-таки Как Запад портит нашего человека? Всего год пошел А уже такой нудный Боже мой, какой мужчина Настоящий след Пойдемте же, капитан Я расскажу вам об оперативной обстановке в районе Эскюзми, бэби Нет времени Я не понимаю А почему он сидит? Почему мы не идем на улицу? Может, кто-то нуждается в помощь? Стоп, капитан Давайте определимся раз и навсегда Вы оперативник Значит, ловите жуликов и бандитов А почему никуда больше не лезете? Тем более на улицу Там ведь стреляют Товарищ капитан, а он В своей Америке от этого просто отвык Вы заблуждаетесь, капитан И вы, сержант Мир, в общем, полиция Из кюзки Милиция Должна помогать людям во всем В Америке Полицейский может даже роды принять Я сам проходил курс Если вам надо, девушка Я вам помогу Какие, к черту, роды? Да нас начальство так долбит Что мы сами тут скоро родим Родов ему захотелось А кушарь передвижник Роды — это только крайность А в основном полиция Полиция Должна заниматься правонарушениями Ну, слава богу И поэтому я хочу ознакомиться С преступным миром вашего района Извините, это компьютер? Персональный Лучше всего Макинтошу Нет, я не могу Жора, подержите ему Макинтош Подождите А где же картотека? А где данные? Вот тут Теперь мне все ясно Вы безнадежно отстали, господа Даже чай у вас холодный без сахара Я теперь понял, почему меня прислали к вам И правильно сделали, потому что я вам покажу Как должна работать настоящая полиция Милиция? Да Я наведу порядок в микрорайоне Это очень просто И вы увидите, что не будет никого Ни бомжей, ни лежащих ханых Ни орущих котов, ни бешаных собак Вы увидите, как мантишки Перестанут дергать девочек за косички А мужчины перестанут ругаться Присутствии женщин А женщины в присутствии мужчин Вы увидите, как перестанут воровать мебель А сдачу всю будут отдавать до копейки Кошелек, уроненный На улице будет лежать день И два, три Неделю будет лежать И его никто не подберет, кроме человека, который его потерял Вы увидите, это очень просто Нужно, чтобы только из нас кто-нибудь хоть один Сделал до дно доброе дело Нет, банка данных преступников Это идиотизм, а? Ну хорошо, я пойду на улицу И буду смотреть на живых преступников На бандитов, проституток А может, они хотят исправиться Но не знают, как и зачем И вы увидите Это очень просто делать доброе дело Я вот сегодня сделаю Одно, два, нет, три, четыре, пять добрых дел Вот как эта девушка Гудбай Нет, Карл, он не пулей контуженный Это точно прямое попадание Майяном помощи Кремлевский мечети И чует мое сердце Скоро лежат ему в мавзоле Наверняка плохо кончит Может, надо было с него ботинки снять? А то пропадут Целы Сто двадцать три гривны Господи, с какими хамами приходится работать А может быть, он просто... Роман Алена Зробовна Вот если его шлепнут Мы ему на венке так и напишем Вот тебе романтик На веночке бантик О, начальник Ну-ка прекратите Это нарушение всех прав человека и обезьяны Да, право на труд Ты забыл? Вы еще спасибо скажете, что я смехинул Из флаги преступности И бросил пучину трудолюбие Давай, давай, давай Ты, ё-моё, ну, старик Ты, чё, мучили, чё, хотели? Ну, только и право на труд И слева на труд И шепахи надают Да на кой хрен Мне на стройке нужна твоя вот эта облезлая команда Да что они доработают? Напрасно, напрасно, гражданин Вы не доверяете людям Вы посмотрите на эти лица Ведь они хотят исправиться А на те, как вы, им не дают Ладно, раз вы такой меркантильный Забирайте их под мою ответственность Под вас Под мою Под вас Под мою Ну, под вашу, так под вашу Да Так, короче Вон вам кирпич Вон носилки Чтобы к вечеру здесь ни одного кирпича не осталось Все перейти вот туда, на пятый этаж Весенку кладут Вопросы есть? Есть А где можно перед работой принять ванну? Чего? В бачке с раствором твоя ванна Так, сахановцы Носилки в зубы и вперёд Представляешь, Калюня Мы теперь с тобой пролетари Да, Витёк Мы с тобой всё время пролетаем Нет, как всё-таки приятно возвращать людей к нормальной жизни Восстанавливать попранную справедливость Какой удачный день Ещё часа не прошло А я уже доброе дело сделал А вот сейчас будет второе А совсем домушники обнаглели Уже средь бела дня работает Ну ничего Третий этаж Пятая квартира Стоп Чё, подери Ни пистолета, ни дубинки Даже на ручки не взял Так что надо Я смотрю, прибарахлились, граждане, да? Руки вверх, милиция! Крайс грешно Ну вот И второе доброе дело Витёк Швовых туда несём Нам же сказали, их вон туда Отнести Несём-ка, Аленя, куда надо Нам на стройке-то кирпич никто же не платит А вот там в машине мужик за кирпич хорошие деньги платит Понял? Муааа, ну да да Ого, сколько денег! Ну, конечно, его потеряли, чтобы я его нашел! Спасибо, дядя! И вы были тетя! Спасибо всем! Отпейте! Ну как, нормально? Принимайте домушника! И ворованные шмотки! Ну что, это только начало! Уже второе? Доброе дело! Слушайте, по-моему, он просто ненормальный! Ты шо, дурочка, ти шо, я с ним задавилу! Привет! Привет, Петя! Друг! Ольга, ты думаешь, что я нашел? Косылёк, косылёк! Это что, деньги? Да! Я сам, дурочок, думал, что деньги! Оказалось, какие-то фантики! Какие красивые! Слышь, Петька, отдай их мне! Я их папке подарю! Он у меня всякие красивые разные бумажки собирает! Ага! Так я тебе и на каляву едам! Давай на что из меня отдам! Ну, хочешь? О! Я тебе в один пистолет подарю! О! О! Господи, я не пришла! И дождя аптека! Наши стаканы ещё шесть! Ой! Сынок! Да поможи! Поможем, бабушка, поможем! Это наша работа! Не понял! А кто ты смеется на моей территории, а? Что-то получается, покуда я обидал, так что? Конкуренты завелись? Хочешь, ё-моё, а! Надо разобраться! Вот ещё одно доброе дело сделал! Ну, не волнуйтесь, не стоит благодарности! Рады стараться! Да чтоб ця ростарадла, идол! Мне ж отъеху на ту сторону надо! Господи! Ох, грехи мои тяжкие! Хух! Ото ж первый раз вижу, чтоб шестисоти мерз, обстоп, и на три части разбився, а? Было получается один шестисоти, а стало сразу три двухсоти! Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе! Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе! Обидные все руки! Люди совсем не знают, что я специально вышел, чтобы им помочь. Поддержать их в трудную минуту. Да-а... зря, наверное, вышел. А нет-нет-нет-нет... Совсем даже не зря. Остановитесь, гражданин! Зачем вы это делаете?